Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И напомню вам, что 10 ноября по традиции уже отмечается День работников правоохранительных органов. И в связи с этим, и не только в связи с этим, а просто поговорить о том, как живет сегодня наша родная полиция. Мы пригласили начальника межмуниципального управления МВД России Люберецкая, полковника Евгения Алексеевича Романцева. Здравствуйте, Евгений Алексеевич! Добрый вечер! Да, я думаю, что поздравлять будем в финале, для того, чтобы, так сказать, подвести итог всей нашей программе. Но, тем не менее, хочется самый простой вопрос адресовать первый. Как сегодня живет наша родная полиция, наши правоохранительные органы? Ну, еще раз добрый день или вечер, уважаемые телезрители Люберецкого района, округа. Что хочется сказать, что на сегодняшний день мы практически уже с марта месяца живем, как и вся страна, весь мир в коронавирусном таком состоянии, то есть в режиме. Да, то есть выполняем указания президента Российской Федерации, выполняем указания губернатора Московской области, выполняем указания министра внутренних дел. Ну, и работаем, ну, наверное, сказать, в жестких условиях. То есть личный состав мы такие же люди. Также очень многие переболели коронавирусом, и в первой ковидном периоде, который был у нас 2 апреля, личный состав практически марта, апрель, май, июня стояли на охране общественного порядка, когда были блокпосты, соблюдался режим, проверялись станции, проверялись вокзалы, проверялись торговые центры были закрыты на тот момент. Ну, многие, то есть, болели, проверяли, работаем. То есть, так же, как и все люди, проходим это решение. Ну, потому что все-таки за вами как бы ответственность лежит, потому что... Ну, конечно, когда по 10-15 человек с отдела полиции находятся на больничном, потом, когда их родственники, родственники, как правило, это или мама, или тесть, или отец, работают на скорой помощи, работают врачами. Так же уходим на дистанционные, на 2 недели, если они, кто-то из родителей заболел, или родственников. И вот это все прошли, конечно, сложный период идет, и сейчас такая же система работы. Ну, выполняем поставленные задачи, которые нам поставило государство, выполняем те задачи, функции, которые нам и приходят, и ставят Министерство внутренних дел. Ну, не расслабляемся, стоим как... Ну, тут сразу возникает вопрос, что вот тот период, сейчас мы непонятно пока вроде бы не входим, то есть вроде входим во вторую волну, но таких суровых ограничений нет. А вот в тот период, ведь, к сожалению, преступность, она же, не знаю, есть и коронавирус, нет, она продолжает как-то существовать. Усложнилась работа? Ну, конечно, усложнилась. Это связано с тем, что и суды переходили на дистанционную работу, и тюрьма, куда задерживаются те преступники, как вы говорите, Николай, которые привлечены к уголовной ответственности, находятся в местах лишения свободы. Тюрьмы также дистанционно закрывались на несколько месяцев, и приходилось личному составу и конвойной службы, и участковой службы, и розыска перестраиваться, работать и в ночном режиме, и переезжать из тюрьмы в тюрьму, и собирать потом этих всех наших задержанных по всей Московской области, и потому что их разбрасывали, где-то у них ковидная тюрьма была, где профилактическая, ну, то есть работа прибавилась, и личный состав выполнил эту поставленную задачу. То есть вы научились на сегодняшний день работать в таких серьезных условиях? Ну, мы, как и правительство Московской области, и правительство Российской Федерации, все вошли в этот ритм и работали так, как и приходилось работать. То есть мы не могли где-то соблюдаемый до сих пор масочный режим, перчаточный режим, то есть у нас до сих пор это все соблюдается, то есть и та же жидкость, и моем руки, и работаем больше в электронном обращении с гражданами, потому что пока есть указания в прямом, но дежурные части как работали, так и работают, заявления от граждан принимаем, преступления, как вы говорили, совершаются и совершаются, на места преступления выезжает и следственная оперативная группа, выезжает и кинолог, эксперт, следователи, дозаватели, также выезжаем и на более тяжкие преступления, вот в первой волне у нас даже выдавали специализированные костюмы, как врачам, то есть люди же некоторые и от ковида, с ковидной были, то есть следователи, дознаватели работали даже в костюмах, в очках и масках. Ну и сейчас продолжаем работать в таких жестких мерах, это маска, перчатки, соблюдение дистанционного расстояния, ну дежурная часть как бы работаем и работаем. Еще вернемся в том числе и к работе участковых, тоже отдельный участок. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос по ковиду и уже пойдем по другим. Вот люди на сегодняшний день, я помню еще той весной, да, как показывали, как полицейские объясняют, что наденьте маску, наденьте перчатки. Вот сейчас есть понимание у жителей, что есть определенные правила, что их нужно соблюдать. И может ли сегодня сотрудник полиции подойти к человеку без маски и каким-то образом оштрафовать? Ну, как сейчас, опять же, существует постановление губернатора Московской области, постановление правительства Российской Федерации, чтобы соблюдать в больших торговых центрах, на улицах, метро, масочный режим. Конечно, первое, когда был коронавирус, конечно, люди сперва недопонимали, что происходит, что такое не было масок, не было перчаток, как было ограничить 65+, как бы бабушка и дедушка не могут выйти на улицу, не могут пройти в магазин, в аптеку и так далее. Конечно, были сложности, но мы не штрафовали, мы просто предупреждали, разъясняли, даже помогали нашим пенсионерам доехать из магазина, чтобы лишний раз не заразились, предупреждали. Хорошо сработали волонтеры, хорошо работала почта, просила помощи. Мы оказывали помощь, когда первый президент выдал деньги, почта разносила, мы сопровождали этих почтальонов, чтобы их не ограбили, большие средства были выделены государством, раздавались деньги, и семьям многодетным, и ветеранам разносились, и, конечно, 75-е годовщина, когда президент выделил, и губернатор выделил средства денежные, конечно, здесь мы помогали, оказывали помощь. То есть работали все слаженно, все службы и социально, и с надзором, которым административно и технически, с надзором, который осуществляет все санкции противоковидные, работаем плотно, и администрации все, не включая даже Люберецкого округа, мы работали также с администрацией, как вы понимаете, мы обслуживаем Молоткарина, и Котельники, и Держинский, все главы понимали, что происходит, все люди уже потом... А сейчас уже проще работать, то есть народ понимает, конечно, было тяжело, когда губернатор требовал, чтобы в автобусах ездили в масках, а люди этого не соблюдают, конечно, и водитель здесь не виноват. Ну, потом уже, отработав определенное время, то есть административное законодательство появилось, появились уже и в суде, начали правильно работать, в административном праве, но сейчас работает проще, то есть любое указание уже выполняется, маски везде есть, жидкости есть, так что народ уже и народ сам переболел и увидел ту беду, которая существует. Я говорю, мы такие же люди, так же все происходим, и хотим так же помочь, и люди нам помогают, и взаимодействие с населением, оно происходит нормально. Да, есть, которые упрямые, которые есть, не выполняют эти указания, начинают ругаться, сами себя заводят этим вопросами, но приходится психологически больше воздействовать, и информационно, убеждения, убеждения, как бы это и глава, и губернатор, и президент, только убеждения. И сейчас, я думаю, что даже пенсионеры уже сами носят маски, сами соблюдают режим, знают, когда выйти прогуляться, когда меньше народу. Ну, и с детьми, конечно, дети есть дети, но взрослые уже стали более следить, да, и вопросов уже меньше возникает, и к нам меньше возникает, и ругаться стали меньше. Так что все понимают и видят, что происходит из-за границы, и что происходит у нас в городах. Ну, и, конечно, большую помощь мы врачам оказываем, и это где там происходит, и некоторые там упрямые попадаются, и приходится оказывать помощь врачам, которые и так сутками находятся на работах, как и мы. Хорошо. Ну, а какова сейчас ситуация с правоохранительными нашими вопросами? Как вы подходите к празднику профессиональному? Ну, что хочется сказать. Ну, как всегда, я на прямых эфирах говорю, что Люберецкий район один из самых сложных, наверное, не только в Московской области, а, наверное, в Российской Федерации, потому что самая крупная застройка – это в Люберецком районе происходит, самое метро – это единственный округ, который находится метро. Это, опять же, Люберцы, плюс мы граничим с Москвой, это новые микрорайоны, это Некрасовка, это самолет, который большая застройка, это сейчас фабрика Мирная застраивается, это пики сейчас застраивают, большая застройка идет. Понятно, что у нас очень много населения прибавляется, если взять по переписи, вот оно не состоялось, а по переписи, я думаю, что мы уже обгоняем и Балашиху, и мы Тищи, и Одинцову, мы как бы только с Балашиха можем граничить, по нагрузке на сотрудников, конечно, на самой высокой среде, ну, вот я говорю, как она, Примкадовская, но нет такой границы, как у других управлений межмуниципальных, это вот мы граничим просто бордюром, что с юго-востоком, что с востоком, мы граничим бордюром, и, конечно, большая нагрузка, если где-то поменьше, то у нас, ну, на сегодняшний день, у нас уже зарегистрировано более трех тысяч преступлений, из них уже тысячи, ну, около двух тысяч преступлений раскрыты, конечно, большая нагрузка на уголовный розыск, большая нагрузка на участковых, конечно, нехватка этих участковых, потому что микрорайоны, мы живем еще пока по старому нашему орштатному расписанию, Николай, мы письма и главы пишут, и мы как бы отвечаем, ну, как только будет сейчас построен, вот отдел уже один построен, сейчас, может, вот на самолете отдел построен, тогда начальник головного управления внутренних дел, Пауков, Виктор Кузьмич, он примет наши аэропорта, пойдет к министру, и там уже будет новое орштатное расписание, и может добавить личного состава. А сколько должно быть участковых, по вашему мнению? Ну, есть... Насколько человек должно быть участковых? Ну, это раньше было, сейчас такого нет, то есть сейчас у нас в среднем от 10 до 15-18 участковых отделах полиции, смотря от населения, где, как происходит, также включая там 2-3 детских работника работают, плюс уголовный розыск, но не везде там сейчас уже после той ротации, которая была в 2011 году, не хватает патрульно-постовой службы, это основная, ну, мы как-то сейчас выкручиваемся, понятно, что было сокращение, было орштатное расписание, мы работаем так, как у нас пока есть. Что-то нам добавят, значит, где-то будут сейчас сокращены какие-то там... Но институт участкового, вы считаете, он необходим, он работает? Ну, во-первых, 2 института, или 3, можно сказать, основных института, это первый институт патрульно-постовая служба, которая чем их больше будет на улице, как мы видим, простые рядовые полицейские, как вот в Москве сейчас больше ходят, то есть даже вот вы посмотрите за границей, офицеров нету, да. Чем больше будет двигаться нарядов в полиции, чем будет больше пивших нарядов, да, тут уже второй институт, это институт участковой службы, который должен работать с населением, который должен чаще бывать, а сейчас население во столько раз увеличилось, что один участковый, он обслуживает от 5 до 15-18 тысяч населения, конечно, это очень колоссальная нагрузка, конечно, он один не справляется, ну, начальник главка проблему нашу знает, потому что я говорю, и глава округа, и главы городов, Котельники, Держинский, и Латкарина тоже об этом просят, начальника главка, чтобы увеличить, потому что там тоже есть застройки, тоже увеличивается. Ну, будем надеяться, что процесс пойдет. Сейчас сделаем небольшую паузу, напомню, что это программа «Открытый диалог», у нас в студии начальник межмуниципального управления МВД России Люберецк, Евгений Алексеевич Романцев, через некоторое время вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог», сегодня у нас в гостях начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкой Евгений Алексеевич Романцев, и мы продолжаем говорить о работе правоохранительных органов и о том, как они сотрудничают вместе с гражданами, тем более, что 10 ноября, напомню, отмечается профессиональный праздник, день работника правоохранительных органов, который когда-то назывался «День милиции», отмечался, но вот как-то днем полиции он не стал, расширили слово правоохранительные органы, но я хотел бы такой вопрос адресовать. А сегодня граждане могут влиять на работу, приходить к вам с какими-то предложениями, что-то предлагать, может быть, на уровне МВД, какие-то нововведения, или это все решается только на уровне правительства? Да нет, почему, Николай? То есть мы работаем с нашим населением, то есть есть активные граждане, которые очень участвуют в работе, как и население создаются. Вот, например, у нас есть отдаленная деревня Марусино, там есть женщины, которые очень активно, которые работают с участком, которые работают. Также поселок Октябрьский, я не буду фамилии называть, но очень активно работают, постоянно присылают меры электроники, то есть у нас есть все ватсабы, есть электронные какие-то службы, СМСки и так далее, фотографии. Во всех практически городах существует такое активное население, которое и с участковыми хорошо поддерживает отношения, кто в подъездах проживает, СФУ, МС, скидывает информацию. У нас есть общественный совет, который возглавляет генерал милиции, как вы сказали, Семко Алексей Алексеевич, которому хочется также сказать большое спасибо. И есть совет ветеранов, который возглавляет полковник милиции, Архипов Михаил Григорьевич, которому тоже хочу в этом прямом эфире пожелать им здоровья, потому что Михаил Григорьевич приболел, я ему от всей души желаю только его и семье здоровья, но и Алексею Алексеевичу тоже. Почему? Потому что они встречаются с нашими населением, которые где-то как-то не видят, берут какие-то предложения, заслушают начальников отделов полиции, приглашают. А в общественном совете это большинство 20 человек, людей, которые, предприниматели, которые живут в городе, просто жители, задают вопросы, помогают населению, то есть тому же участковому, участвуют в рейдах, особенно по ликероводочным изделиям, по этим кафе, которые во многом нас затрагивают. Не всегда хорошо. Да, не все хорошо, ночные рейды, как бы, и сейчас уже появляются спортсмены, ребята, которые ходят сюда, изудаисты, которым уже там тренера с нами совместно работают по адресам, это, как правило, депутаты работают в совете дружины, потому что очень много вот этих аптек левых открывается, которые торгуют какими-то тропиканами, которые, ну, запрещены, то есть они подсказывают. Также работают по наркоманам совместно со службой, с отделением ОКОН, то есть много задержаний, участвуют как понятые, свидетели в данных задержаний, то есть и свои предложения как бы дают, где-то в каком-то они видят, что здесь вот нужно вот так подработать, ну, совместная работа ведется, очень хорошая. Вот сейчас очень волнует всех, вот вы сами подняли тему, да, ликероводочные изделия, магазины, это, понятно, наша такая традиционная история, но вот на сегодняшний день у нас существует, внимательно отслеживается вот проблема с наркотиками, причем они же сейчас у нас, к несчастью великому, самые разные, дети иногда отсаживаются, дети на них подсаживаются. Да, да, ну, мы отрабатываем очень много, очень много, мы задерживаем, да, несовершеннолетних детей, то есть я думаю, что вы, я хочу внести предложение, чтобы в прямом эфире, во-первых, пригласили руководителя ОКОНа, несовершеннолетних, да, со следственным комитетом очень много, то есть в этом году очень много мы задержали несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, в этом возрасте, который занимается закладками, и очень большие закладки закладывают, до 40, до 50 свертков закладывают. А это уголовное дело? Это уголовное дело, и статья очень тяжелая, там, до 20 лет лишения свободы, они реально, то есть закладывают, берут закладку и этим зарабатывают себе деньги, то есть уже неоднократно, то есть много, я не буду в эфире говорить, очень много уголовных дел, это занимает, следственный комитет проводит, ну, очень сложное преступление, которое на сегодняшний день, и, конечно, это, ну, сложно сказать, потому что уследить очень проблематично, хорошо, что сейчас вот все эти бары, рестораны как бы подзакрыты, и здесь проще, но есть, существуют и вот эти все подпольные, которые мы сейчас находим, и лаборатории накрыли очень много, которые производят это, снимаются дома, снимаются дачи, и мы уже участковые объезжаются с председателями ГСК, и гаражных кооперативов разговаривают, если вдруг что-то появляется, запахи какие-то, или кто-то начинает движение, то есть вот мы, например, в Малаховке задержали семья, они производили до 10 килограмм вот этого изделия, то есть задержана лаборатория, сейчас уголовное дело, муж сожительный, то есть, ну, мужчины и женщины занимались, также граждане Украины в котельниках, в садоводческом, занимались, также перегоняли, делали таблетки, которые потом реализовывали в ночных ресторанах, барах города Москвы, то есть задержаны, также работают и главные управления УНК МВД России, также работают большими, и закладчиков больших задерживаем, которые межрегиональные группы, здесь тоже, но хочется не только, что наркотики, у нас есть ряд видов преступлений, на которых мы в этом году очень много, и это может связано и с ковидом, у нас очень большой рост убийств, мы почти лидеры по убийствам, у нас 29 убийств, это так 105-х, очень много 111-х, 4-х, это где люди в больницах умирают от проникающих ранений, или еще это где-то 19, то есть вот посчитайте, какое количество, много бытовых тяжких преступлений, где вот опять жена мужа там ударила ножом, ну, не проникающее ранение, где-то 59, рост очень большой идет, вот, да, по данным категориям, связано с тем, что люди вот, как бы, вот эти три месяца первого ковида, как мы с вами называем его, многие не работали, сидели дома, на удаленке, то есть употребляли, много ликероводочных изделий, да, употребляли, где-то нехватка что-то была, ну, и семейные скандалы, конечно, к этому хорошо не привели, также рост разбоев, где-то увеличилось на 40%, но это при том, что все сидели дома, да, 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 это как правило, граждане ближнего СНГ, это разбой, или наши граждане российские совершают, нападают, отбирают сумки, кошельки, телефоны, для того, чтобы что-то сдать, что-то, и опять же, это все связано с наркотиками, но мы вот с вами уже неоднократно проводили передачи, выступал начальник отделения имущественного преступления уголовного розыска, выступали начальник уголовного розыска, то есть на сегодняшний день большая проблема, это на уровне практически идет, как сказать бы, наверное, наркотиков, то есть мы выявили в этом году где-то 550 с лишним уже фактов наркотиков, из них где-то 70 только сбытчиков задержаны, которые сбывали вот это все, наркотики-закладчики, которые сбытчики они, и хранение очень много выявляется, то есть из таксистов много, сотрудники ГИБДД выявляют, которые употребляют наркотики, которые... И находятся за рулем. Да, находятся за рулем, да, и вот хочется как бы отметить и второй вид, который сейчас на сегодняшний день, это, видать, повсемерно в нашей стране, это администрационное мошенничество, это вот мы еще раз обращаемся, в договорах вам написано, что вам позвонит такой человек, позвонит в такую службу, нет, народ ничего не выполняет, не требуя ни банка, не требуя ни правоохранительных органов, и сами делают, мы возбуждаем уголовные дела, что-то мы раскрываем, что-то мы не настолько раскрываем быстро, насколько люди совершают вот эти свои действия, и приходят потом, пишут, «А, ой-ой-ой, я попал, я это…» Так еще раз большое внимание, граждане, обращаю вас на ваши деньги, берегите их, и сами не будьте, грубо сказать, не ведитесь на этих мошенников, которые вам звонят. «Будьте умнее». «Будьте умнее». «Обыграйте их». «Обыграйте их». «Да, молодец». Спасибо, Николай. О здоровье жизни граждан наших. Ну, что хочется сказать. Раньше были, ну, наверное, я пришел еще в милицию работать, сейчас уже служим в полиции. Молодежь, которая приходит, она работает в милиции, то есть в полиции. Что хочется сказать. Ну, отличие, наверное, есть то, что мы живем в другое время. То есть время не стоит… Возьмем 17-й год, когда там бегали с элевольерами, еще с чем-то, это одно время. Потом было другое время, современное, а сейчас более современное. Мир электроники. То есть вы видите сами, что мошенники работают через телефоны. То есть без вас никуда все равно? Ну, как сказать, без населения мы тоже никуда. То есть все равно в подъездах проживают, снимают квартиры. Опять же, кто раньше подойдет, каждый дворник знал, кто живет в подъезде. Сейчас мы не знаем, кто проживает в подъезде. Почему? Потому что сдаются иностранным гражданам, которые не регистрируются нигде. То есть управляющая компания не знает, кто проживает в подъездах, кто те же квартирные кражи совершает, те же мошенники или те же воры, которые приезжают сюда. Да, во многих сейчас консьержка сидит, да, хорошо поставлена, хорошо ЖЭК работает. А в других старых микрорайонах нету консьержек, нету камер. Хотя сейчас и губернатор, и глава округа, и всех городов, они заинтересованы сейчас новые движения. И видеокамеры на улицах вешаем, в разы увеличиваем, раскрываем тяжкие преступления. Это убийство, кража машин. То есть все равно это получается совместное действие? Совместное. Но как нас ни назови, мы созданы для того, чтобы обеспечить охрану наших безопасностей, нашего населения, наших детей, наших ветеранов, для того, чтобы они спокойно могли гулять по улицам и осуществлять ту свою деятельность, которую могли осуществлять. Что милиция осуществляла, что полиция ничем, нас как ни назови, мы будем осуществлять ту деятельность, которая у нас прописана в нашем законодательном, в федеральном законе. У вас есть одно общие, 10 ноября. Поэтому мы хотим поздравить вас с наступающим праздником и в вашем лице всех ваших коллег. А у вас есть возможность обратиться и гражданам, и к коллегам по случаю этого события. Ну, Николай, вы правильно сказали, что раньше День милиции это, наверное, был праздник всего населения. Был концерт, который... Да, самый лучший. Всех ждали, смотрели этот концерт. Ну, в этом году, наверное, концерта не будет в связи с ковидом, но мы все равно, я в своем лице хочу поздравить всех наших ветеранов Межмуниципального управления Люберецкое, которые живы, здоровы, их семьи поздравить, которые до сих пор... У нас еще есть и участники войны, которые живы. И мы, конечно, их поздравим с наступающим праздником или с наступившим праздником, кто где находится, кто на дачах, на удаленке. Ну, мы пошлем кадровых работников, которые поздравят их. Пожелать всем сотрудникам правоохранительных органов, которые проживают в Межмуниципальном управлении Люберецких, в городе Люберце, Держинки, Котельника, Холодкарина, с праздником правоохранительных органов. Пожелать самое главное дело, здоровья, семейного благополучия. Ну, и, конечно, хочется той молодежи и вас попрошу, Над Николай, чтобы пригласили моего помощника по кадрам, заместителя Закурдаева Валентину Николаевну, для того, чтобы она рассказала, потому что пришли новые указания, новые там, кого как брать на службу. Мы всегда рады взять. Потому что Мишустина, премьер, добавил заработную плату рядовому составу. И они сейчас, ну, можно сказать, что неплохая заработная плата уже еще прибавили к тому, что зарплате, которая есть. Так что и обучение, и работают высшие учебные заведения, к которым мы посылаем, и люди поступают, и учатся. И вот в этом году даже 15 человек пришли уже выпускников, и ребята приходят грамотные, обученные, а уже некоторые, которые даже уволились из органов внутренних дел, идут работать адвокатами, идут работать юристами куда-то на предприятия и их с удовольствием берут, потому что образование, которое сейчас дают в высших учебных заведениях МВД, оно достойное. Еще раз всех с праздником, здоровья и самое главное семейного благополучия. Спасибо. И вас тоже с праздником. Начальник межмуниципального управления МВД России Реверецкий Евгений Алексеевич Романцев. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Николай. Полковник полиции. Спасибо. Всего доброго. До свидания. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». Редактор субтитров А.Семкин